МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое. Вся инфраструктура нашего города поддерживается в рабочем состоянии. Работает транспорт, наши коммунальные предприятия, все работают и выполняют поставленные задачи. И вы это видите по городу. Мы даже, может быть, и сегодня война, может быть, не стоит об этом говорить, но это немаловажная вещь. Наши мусоровозящие компании работают, мы проводим порядок, мы убираем, в том числе помогаем, чтобы и блокпосты были в порядке, чтобы там были созданы условия. То есть в этом вопросе мы работаем и справляемся, на мой взгляд. Что касается того, чего я хотел вам сегодня рассказать. Я разговаривал, у меня был телефонный разговор с мэром Чернигово, Владом Матрощенко. Сейчас еще будут разговоры, потому что практически ежедневно я стараюсь набирать тех мэров городов, где идут ожесоченные бои за наши города. поддержать их, передать привет из Одессы и сказать, что мы вместе. Но то, что я услышал от Влада Матрощенко, меня настолько, не знаю, разволновало, наверное, правильно сказать так. Знаете, когда он сказал такую фразу, Ген, ты понимаешь, для нас грады, это уже привычное дело. Сегодня авиация просто утюжила наш город. Разрушены две школы. Разрушена поликлиника. Разбомблена просто. И он, когда мне все это рассказывал, он говорит, примерно по его информации, более 60% это русскоговорящие люди в Чернигове. Может быть, эта информация соответствует действительности, может быть, нет. Это он сказал. Это ужас. Это ужас, что сегодня, что там сегодня происходит. И, конечно же, вот то, что происходит сейчас, делает пропасть в наших отношениях. Пропасть и с каждой выпущенной ракетой, с каждой выпущенной или опущенной бомбой на наш город, на наши города украинские, вызывает колоссальную ненависть у жителей, в том числе и Одессы. И если у кого-то еще остаются и люди какие-то, то я бы посоветовал, чтобы побыстрее с ними расстаться. Идет война. Никакой мирной миссии уже о речи не идет. Да и, в принципе, она и взрывнувающие люди сразу понимали, что так не несут мир. Поэтому нам сегодня нужно продолжать совершенствовать свою систему обороны, что мы и делаем. Нам необходимо сегодня убрать старые обиды, разногласия. И помнить, что Одесса у нас одна. И Украина у нас одна. Только объединение и противостояние. Я хочу, чтобы это понимали и те, кто хотят или имеют планы вторгаться. Я в данном случае имею в Одессу. Что как не ждали, так и не ждем. Что с каждой информацией о тех безобразиях, с каждым метром продвижения в сторону Одессы ненависть к тем, кто в нее вторгается, растет. Очень, знаете, мы отстраиваем инфраструктуру мэра городов. Вот мы сделаем, допустим, какой-то парк, мы радуемся. Мы отремонтируем больницу, мы радуемся. Мы сделаем поликлинику, мы знаем, что мы это делаем для себя, для наших детей, для будущих поколений. И как же можно верлоломно вот так вторгнуться и рушить эти школы, рушить все, что мы строили. Этому объяснению нет. Но в завершение хотел бы с одесским юмором наши девочки, наши женщины решили немножко в конце дня, все устают, приготовили у костей всех тортиком, таким на злобу дня. Сейчас мы вам покажем этот тортик. Очень важно. Поехали.